Ребята, всем привет! И сегодня мы с вами переходим к пятому уроку учебника Enjoy English за третий класс. Итак, задание первое. В данном задании вы должны послушать разговор Мисс Четтер с учениками лесной школы, посмотреть на картинку и сказать, чем она их угощает. И, ребята, давайте посмотрим на картинку, что мы видим здесь. Это juice, сок, далее fish, рыба, cheese, сыр, далее cake, это у нас торт, далее масло, это у нас butter, далее cookies, печенье, и это у нас, ребята, ветчина, по-моему, ham. Окей, и переходим к правилу look and learn, посмотри и выучи. Итак, вопрос задается у нас, начиная с вспомогательного глагола do. Do you like? Нравится ли тебе? Когда вопрос у нас задается с глагола do, ответ, краткий ответ, также заканчивается данным вспомогательным глаголом. Do you like? Yes, I do. Это если да. Или no, I don't. Это если нет. Далее, ребята, would you like some? Не путайте вопросы do you like и would you like. Do you like? Это нравится ли тебе? Would you like? Это предложение. Что-то, например, что-то попробовать, да? Хотеть, не хотели бы вы? И ответ на вопрос would you like, на предложение, либо yes, please, либо no, thank you. То есть, либо да, пожалуйста, либо спасибо, нет. И угощайся будет help yourself. Окей, ребята, ну что ж, и переходим ко второму заданию. Вы должны разыграть с одноклассником разговор за праздничным столом, используя фразы do you like и ответы yes, I do, no, I don't. Или would you like some? И ответы yes, please, или no, thank you. Ну, например, давайте сок. Поговорим про сок. Do you like juice? Yes, I do. Тебе нравится сок? Да. Would you like some juice? Или would you like some? Yes, please. Далее вы можете сказать help yourself, угощайся. Или do you like fish? Вы можете ответить no, I don't. Или would you like some cake? Ты хочешь торт? Yes, please. Окей, ребята. И переходим с вами к третьему заданию. В третьем задании вы должны прочитать фразы так, чтобы получился разговор по ролям с одноклассником. Итак, ребята, ну что ж, первая фраза будет очевидна. Do you like milk? Тебе нравится молоко? Do you like milk? Yes, I do. Да. Далее в третьем фразе. Would you like some milk? А ты хочешь молоко? Ответ yes, please. Далее. Help yourself. Угощайся. Thank you. Спасибо. Итак, do you like milk? Yes, I do. Would you like some milk? Yes, please. Help yourself. Thank you. Окей. Ну что ж, ребята, и переходим далее. Далее вы должны прочитать слова, в которых есть долгий звук «а». Задание четвертое. Ребята, я вам прочитаю все слова и отдельно отмечу те, в которых есть долгий звук «а». Мы помним, что две точечки у нас означают «долготу». Итак, brave – здесь у нас нет звука долгого «а». Здесь есть звук «а». Park – вот здесь есть долгий звук «а». Cannot – back. Farmer – далее. Farmer – тоже есть звук долгий «а». Park и farmer. Далее. Fox – farm. Car. И, ребята, как вы уже заметили, в первой строчке четыре слова с долгим звуком «а». Park – farmer. Farm и car. И именно этот звук у нас дает сочетание букв «а» и «а». Сочетание «а» и «а» дает долгий звук «а». Далее. Have – rabbit. Здесь нет звука «а». Здесь звук «а». r». Опять же, вот «а» есть долгий звук «а». m – strong, skate and smart. То есть во второй строчке это слова «а» и «smart». смотрим, ищем сочетание букв «а» и «а». И получаем долгий звук «а». Окей, ребята. Ну, а теперь мы переходим к пятому заданию. После этого задания обязательно не забудьте выполнить задание из рабочей тетради. А я вам постараюсь к учебному году выложить рабочую тетрадь и оставить ссылочку в описании к этому видео, чтобы вы смогли перейти и посмотреть, как правильно было нужно выполнить задание. Итак, попробуй задание пятое. Попробуй, прочитай вслух. Давайте попробуем. Не забываем про долгий звук «а». То есть, ребята, вы видите, что у нас стоит такой апостроф на ударном слоге. То есть здесь первый ударный слог «farmer». И в условии «army» тоже первый ударный слог, так же, как и в «garden». Далее прочитаем «а», «butter», «cake», «egg», «park», «milk», «car», «day». Окей, ребята, обязательно переходите на следующее видео, урок шестой. Всем счастливо, удачи вам всем, пока!